Приветствую всех любителей фотографии и фототехники! Сегодня хочу вам рассказать о своем опыте знакомства и работе с фотокамерой Olympus PNF. Данная фотокамера попала ко мне на обзор сразу после флагманской модели OM-D M1 Mark II, поэтому мне сегодня не избежать прямых сравнений именно с этой фотокамерой. Обе модели были выпущены еще в 2016 году, но, как мне кажется, до сих пор не потеряли свои актуальности, тем более, что компания Olympus достаточно избирательна и нетороплива в выпуске новых моделей, то есть компания всегда вкладывает в свои новые модели максимум новых разработок, и поэтому фотокамеры получают некий запас прочности вперед до нескольких лет, ну и к тому же, как обычно это бывает, новая модель всегда стоит дороже, по истечении времени цена на фотокамеры снижается, сейчас Olympus PNF достиг более-менее приемлемой цены, 65 тысяч рублей, по-моему, за тушку, ну что, в общем-то, позволяет вполне его рассматривать для приобретения поклонникам системы Micro 4.3, и он, конечно, абсолютно не потерял своей актуальности, вот, и давайте поговорим о том, в чем же его отличие от M1 Mark II. Ну, самое явное отличие, конечно, это внешний вид и изготовление фотокамеры, если M1 Mark II это такая достаточно большая фотокамера с таким классическим хватом, как у зеркалок, то PNF это такая стильная небольшая фотокамера, которая умещается буквально на ладошке, и она имеет дизайн старых пленочных фотоаппаратов, и видоискатель у нее выполнен в стиле равномерных фотокамер сбоку, что позволяет, в общем, достаточно удобно им пользоваться. Камера маленькая, легкая, стильная, очень красивая, качество изготовления очень и очень достойное, что вообще, в общем-то, свойственно фирме Olympus, колесики все тугие, имеют хороший такой ход, все включается, выключается уверенно, но если придираться к эргономике, то наибольшие вопросы вызывает вот этот выключатель, который находится слева и выполнен в форме колесика, ну, в общем-то, это, мне кажется, просто требует привычки, а так и в остальном, эргономика фотокамеры достаточно удачная, все находится под рукой и держать ее достаточно удобно. Также имеется откидной экран, полностью откидной экран, который вы можете использовать в различных положениях, Ну, конечно, вот для меня, если брать в такую именно профессиональную деятельность, репортажную фотографию, то вот корпус M1 Mark II является более предпочтительным, все-таки более удобный хват, ну, а если брать какие-то неспешные съемки, поездки, то здесь компактность может сыграть решающую роль, поэтому, наверное, сразу стоит отметить, что эти камеры имеют различные назначения, и не стоит просто придираться к их особенностям. Но в чем же еще основные отличия именно в технических параметрах, в работе? Как мне показалось, ну, и что показывает, собственно, сделанная мной фотография, матрица в данной фотокамере тоже имеет разрешение 20 Мп, но это не та матрица, которая стоит в M1 Mark II, и прежде всего она уступает по шумам на высоких значениях ISO. Если M1 Mark II имеет рабочее значение ISO вплоть, ну, строго 3200 и даже чуть выше, то здесь я бы не советовал вам использовать ISO выше 1600. Ну, если придираться, то даже можно ограничиться и значением ISO 800. То есть на 3200 здесь уже довольно заметные шумы и падение качества изображения, а что касается других значений ISO 6400 и 12000, и 25000, которые здесь имеются, ну, это уже абсолютно непригодное значение для работы. Поэтому вот PNF здесь в этом смысле уступает, поэтому если вы как бы рассматриваете эти две фотокамеры, имейте это в виду. M1 Mark II, конечно, это очень быстрая, очень быстрая фотокамера. Здесь эта камера не очень быстрая, скажем, имеет такую стандартную скорость работы. И автофокус. Если в M1 Mark II он быстрый, и основное преимущество там все-таки наблюдается при съемке движения движущихся объектов. То есть в M1 Mark II автофокус очень цепкий, очень хороший автофокус, что делает ее пригодной, скажем так, даже для спортивных мероприятий. То есть здесь в PNF, ну, такой автофокус характерный для беззеркалок предыдущего поколения. То есть он вроде бы есть, здесь есть следящий фокус, появляется квадратик, он держит объект. Что-то вы можете снять, но процент брака здесь будет значительно выше. И, конечно, именно как спортивная фотокамера, как фотокамера для движения, PNF, я думаю, что тоже не самый лучший вариант. Ну, а что касается качества фотографий на низких значениях ISO, то здесь вот PNF, как мне кажется, ничем не впликнет. M1 Mark II вплоть до значения 800, вы можете его смело использовать. Такое же качество хорошей картинки, такое же разрешение, как в M1 Mark II. И самый главный плюс, мне кажется, Olympus, это такая же очень приятная, естественная цветопередача, которая, как мне кажется, очень хорошо подходит именно для портретной фотографии. Я, когда получил эту фотокамеру, я ее использовал непосредственно в работе. Пошел сразу в детский садик, пошел снимать детские дни рождения, то есть в помещениях, в общем-то, без вспышки, поскольку вспышки у меня нет. Для подстраховки брал, разумеется, фуджи-фильм. Но вот возможности Olympus PNF для этих задач мне вполне хватило. То есть я сделал фотографии, частично снимал в RAW формате, частично JPEG, могу сразу сказать, что JPEG очень хороший. Автоматика фотокамеры работает отлично, то есть баланс белого, хорошо определяется экспозиция. Ну и, собственно, в JPEG уже там минимально требуется обработка. Ну и такой кузырь Olympus, как я его отмечал ранее, это такой приятный, приятный такой, теплый, натуральный скин-тон, который для детской фотографии мне очень понравился. Ну и значение ISO благодаря высокой оптике светосильной мне не приходилось задирать высоко. К тому же, как вы знаете, здесь также есть прекрасная система стабилизации, которая позволяет использовать более длинные выдержки. Ну, то есть то, что есть в других фотокамерах, здесь также есть. И поэтому F1F здесь в этом смысле отличный вариант. То есть фотокамера, по сути, как бы в линейке Olympus, это сейчас номер два. Конечно, с M1 Mark II натягаться не может, но я думаю, что все остальные фотокамеры она все-таки превосходит. Также есть здесь тот же самый очень интересный режим, как High Resolution, то есть съемка в высоком разрешении. Также он работает со штатива. И получается тот же самый результат, то есть снимки очень качественные, с высокой детализацией, с высоким разрешением, отличного. Изображение как раз то, что мне нужно для предметов фотографий, для микростоков. Вот, опять же, очень полезная вещь. Подводя итоги сегодняшнего обзора, могу сказать, что Olympus PNF будет для вас удачным приобретением лишь в том случае, если вы четко представляете себе круг ваших задач в области фотографии. Olympus PNF, на мой взгляд, это отличный вариант для портретной фотографии в любых ее проявлениях. Это отличный вариант для макрофотографии и предметной фотографии. Также это будет ваш незаменимый помощник в поездках и путешествиях. И также это отличный вариант для стрих-фотографии. В тех случаях, если вам нужен более быстрый следящий автофокус, более высокие значения ISO и в целом более надежная работа в жанре репортажной фотографии, наверное, вам стоит посмотреть в сторону других моделей. Тем не менее, это не уменьшает достоинств Olympus PNF, который является таким интересным объектом в линейке Olympus, с уникальным дизайном и хорошим внутренним техническим содержанием. Поэтому я лично с нетерпением жду продолжения все-таки вот этой линейки Olympus PNF. И может быть уже в этом году компания Olympus выпустит в PNF Mark II. Кто знает. Ну, все эти, конечно, сведения тщательно скрываются. Поэтому давайте следить за новостями фототехники. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Будем делать новые обзоры. А пока предлагаю вам посмотреть те фотографии, которые я успел сделать на Olympus PNF. Также будет доступна ссылка на альбом на Фликре. Поэтому смотрите и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok